Девушки отдыхают Мы начинаем прямую трансляцию финала 2011 года Сегодня играют Леонид Климович Леонид Тимофеев Михаил Дюба Борис Левин Магистры клуба «Что, где, когда» Пятикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друсь И капитан команды, обладатель «Хрустальной совы» Виктор Сиднев Против команды Виктора Сиднева сегодня играют 12 телезрителей Евгений Мишин-Брянск, Юлия Ахрамович-Гомель, Давид Вартанян-Лос-Анджелес, Олеся Чербак-Ростов-на-Дону, Елена Волковысская-Гамбург, Сергей Мечеряков-Палкина, Елизавета Дегтеренко-Шлиссельбург, Михаил Балегатов-Санкт-Петербург, Ольга Лякова-Ольгинская, Светлана Ковалева-Волгодонск, Александр Барышников-Чистополь, Светлана Гусева-Жем. И, наконец, тринадцатый сектор. Финал 2011 года. Телезрители против знатоков. Игра до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Все-таки не зря в начале сезона мы собрали совет старейшин. Именно команда старейшин клуба будет защищать его честь в финальной игре. В 26-й раз в клубе проводится финал года. Для Виктора Сиднева это уже пятый финал. Для Бориса Левина и Леонида Тимофеева четвертый. Леонид Климович и Михаил Дюба играют впервые в такой игре. А для Александра Друзья этот финал десятый. А первый, как у Виктора Сиднева, был в 1982 году. Господин Друзь, чем вам запомнился тот финал? Тем, что меня выгнали за подсказку абсолютно заздря, господин Викторич. Гамбург. Три вопроса по 20 секунд. Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд размышлений на кашле. Играет один знаток. Кто останется за столом? Это Александр Друзь. Чтобы одержать победу в этом раунде, вам нужно ответить на три вопроса подряд. И напоминаю, что если вы выиграете Супер Блиц, то вы получите от компании Форекс Клуб Приз. На эту игру Александра он составляет 10 427 долларов США. А против вас играет архитектор, художник Елена Волковыская. Город Гамбург, Германия. Прошу вас. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, господин Викторич. Вам будет приятно посидеть с Александром Друзьевым? Уже приятно. Уже приятно. Минутку-другую. Елена, скажите, пожалуйста... На две минуты? Александра Друзь. Вы будете отвечать на вопросы. Через какое-то время. Елена, скажите, пожалуйста, как вам пришла идея вообще в принципе задать вопрос натакам? Вы целенаправленно искали информацию или нашли интересную и решили ее отправить к нам? Все, что мне интересно, я обычно проецирую на возможность послать вопрос натакам. А, вот так. Да. И как вы столкнулись с этим вопросом? Будучи во Франции, я увидела на раскладках, показавшись мне интересным, в интересном дизайне иллюстрации Жанна Оливье Херона на тему Париж-метаморфозы. И мне показалось, что из этого получится неплохой вопрос. Итак, господин Друзь, внимание, вопрос первый. Господин Друзь, посмотрите на экран. Елена интересуется, во что Жанн Оливье Херон постепенно превратил в метаморфозах Парижа голубя? Тишина в зале полная. Господин ведущий, я полагаю, что он превратил его в знаменитый собор Парижской Богоматери, Нутердам-де-Пари. Это абсолютно правильный ответ, господин Друзь. Продолжаем Супер Блиц. Внимание, вопрос второй. Посмотрите на экран. Елена интересуется, во что превратился жираф? Господин Друзь, я полагаю, что жираф это самое такое, как это, длинномерное животное, и он превратился в Эйфелеву башню. Это абсолютно правильный ответ, господин Друзь. Решающий третий вопрос. Госпожа Лолковыска, вы еще верите в победу? В свою или в вашу? В мою я не верила с самого начала. Господин Друзь, посмотрите на экран. Елена интересуется, во что превратится лев. Друзья, покажите, пожалуйста. Экран. Прошу. Маловато двух составляющих, но так вот очень похоже. Рискну предположить, что лев превратится в триумфальную арку. Госпожа Лолковыска, вы радуетесь больше, чем знатоки. 1-0 в пользу знатоков. Господин Друзь, я вас поздравляю, вы выиграли Супер Блиц и получите от компании Форекс Клуб 10 427 долларов США. Я не вижу радующегося господина Друзья, а им только спины садящихся знатоков. Интересы знатоков зимней серии защищает вице-президент компании МТС Александр Поповский. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, господин ведущий. Хочу сразу не напугать, а предупредить, что лимит поражения у нас исчерпан, и будут биться за интересы знатоков до последнего, а не просто защищать их. А интересы телезрителей впервые будет защищать президент Банка Москвы Михаил Кузовлев. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, господин ведущий. Как вам на зале? Очень теплая атмосфера. В буквальном смысле этого слова. Конечно, но я хотел сказать, что я не один, как всегда, интересы телезрителей защищает постоянный защитник, вице-президент Банка Москвы Ирина Никитенко. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, господин ведущий. Господин ведущий, возможно, вы помните, что Банк Москвы учредил приз самому активному телезрителю. Так. И что в результате подсчетов у вас получилось? Этот приз получает Евгения Тимошенко, город Любань, Белоруссия. Если город Любань, то Тимошевская, наверное. Евгения Тимошевская, город Любань. И сколько вопросов вода задала? Добрый вечер, она играла в этом году трижды против знатоков и выиграла с вопросом о квадратуре круга. В частности, а в остальных проиграла. Господа, следите за соблюдением традиций. Клуба сегодня будет Григорий Гусильников. Добрый вечер, Григорий. Добрый вечер. Григорий, я хотел у вас узнать, вы знаете, в чем разница между соблюдением правил и соблюдением традиций? Кажется, да. Благодарю вас, господин Гусильников. Кто-то меня звал. Да, господин Викторович. Да, Михаил, прошу вас. Я хотел также сказать, что победительница конкурса получит 100 тысяч рублей от Банка Москвы. 100 тысяч рублей. Этого я не знал. Второй раунд. Уважаемые телезрители, сегодня в тринадцатом секторе будет играть один из вопросов, которые поступили в него за весь 2011 год. Посмотрите. Это 200 тысяч 797 вопросов. Уважаемые телезрители, все могут попытаться стать сегодня обладателем бриллиантовой совы. Вопросы, присланные во время прямого эфира, будут прибавляться, и когда волчок укажет на тринадцатый сектор, компьютер выберет счастливчика. Из всей суммы, напоминаю, адрес в интернете 13.mts.ru И след после Гамбурга, Лос-Анджелес. Против вас играет врач Давид Вартанян. Город Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Давид, в последнее время у нас стало очень много вопросов из других стран. Чем это вызвано, на ваш взгляд? Действительно, просто на прошлой игре было, по-моему, девять вопросов. Мне кажется просто, что все начали смотреть Первый канал. У нас раньше не было Первого канала, появился в последние два года, и сейчас все просто смотрят передачу. Естественно, это одна из любимейших передач русской эмиграции, поэтому так много вопросов. Благодарю вас. И еще один короткий вопрос. Давид, скажите, пожалуйста, выигрыш у нас в рублях выплачивается, вас это устроит? Да. Господин Друзь, в Железнодорожном музее штата Иллинойс можно увидеть вот такой вагон. Посмотрите на экран. В конце 19-го, начале 20-го веков на таких вагонах размещали вот такое устройство. Вот оно крупнее, посмотрите. Внимание, вопрос. Для чего на таком вагоне было такое устройство, и как им пользовались? Какой-то запор, да? Да не преступник, ребят. Да не, не запор. Для животных может быть. Вот смотри, если его открыть, что будет на ходу? Будет торчать какая-то штука назад. Вот это вот. Она поднимается вот так вот. Ребята, это сбоку? Это сбоку, это сбоку. Что написано на вагоне? Карлинг. Карлинг. Город. Первое. А, блин, ребята, одни на класс. Смотри, может быть, там животных возили, за это петли цепляли, чтобы они послезали. Да, это типа почтового вагона. Да. Нет, смотри. Они древние, да. А можно дать ту картину? Они древние, народ. Вот смотри, если эту штуку как бы поднять вот так, она торчает. Ее поднять по раму надо. Она в какую сторону открывается? Смотри, вот сюда, наружу. Тут петля есть. Вот с краю есть петля. За нее можно зацепить чего-то веревку. А, так кое-что подбирать. В зале полная тишина, в зале полная тишина. Мешки с почной. Мешки с почной. Стоит в мешок. Так, подсказок не было, вся команда стояла и весь клуб громко кричал. Отнюдь я сидел. И он будет отвечать. Михаил Дюба. Михаил Дюба будет отвечать. Перед этим я спрошу господина Кусильникова. Вы находитесь недалеко. Была ли подсказка? Я не видел, господин ведущий. Он сам обсуждал вот секунду очень громко. Это не дело хранителя традиций. Я же не знал, что у вас в клубе такие традиции. Да. Итак, господин Дюба, прошу ваш ответ. Для чего на таком вагоне устанавливали такое устройство и как им пользовались? Я считаю, что это на этом вагоне, который был почтовый, устанавливали такое устройство, чтобы подбирать мешки с почтой на ходу поезда, чтобы поезд не останавливался. При повороте вот эта вот штанга, устройство поворачивалось, и стоящий на перроне вагон мешок с почтой цеплялся с этим устройством. После очередного поворота его можно было забрать в вагон. Всё. Так, ваш ответ понятен. А теперь, чтобы объяснить телезрителям суть, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Служащие почтового отделения около железнодорожного полотна вешали сумку с исходящей корреспонденцией. А служащий почтового вагона сначала бросал на землю сумку с совходящей корреспонденцией. Сейчас вы это увидите. Вот, смотрите. А затем с помощью почтового крюка подхватывал висящую сумку и делал это на ходу. Таким образом поезду не надо было тратить время на остановку. Господин Вартанян, у меня к вам вопрос. В течение минуты обсуждения не было даже шага в правильную сторону, а потом последовал абсолютно точно сформулированный ответ. Вы находитесь рядом с Михаилом Дюбой, рядом с командой. Были какие-то подсказки? Давайте посмотрим, кто там стоит. Вы наблюдали за этим? Да, но не было никаких подсказок. Господин Дручевал, мочество. И так что вопрос отвечен правильно. Тогда я поздравляю с Натаков. 2-0. 2-0 вашу пользу. Уважаемые телезрители, в течение всего года на специальном вкладе Банка Москвы накапливались денежные средства. И на данный момент в призовом фонде давайте посмотрим 1 миллион 160 тысяч 439 рублей 60 копеек. Эту сумму разделят между собой телезрители, которым сегодня удастся обыграть знатоков. Если сегодня телезрители выиграют игру, то каждый получит одну шестую часть. Если выиграют знатоки, например, 6-3, давайте посмотрим на сумму, то каждый выигравший получит треть этой суммы. Субтитры создавал DimaTorzok